Добрый день! Приветствую всех на сайте нашего сервиса. В данном видео уроке я покажу как интегрировать наше решение с Кейтара посредством пользовательских фильтров. Итак, для начала нам понадобится скачать файл, который мы будем заливать в Кейтара. Переходим в панель генерации такого файла, вводим наш код, нажимаем Download. Скачиваем полученный файл. Следующий этап, нужно загрузить данный файл в Кейтара. Я покажу вам два варианта, как реализовать это. Во-первых, это можно сделать через SSH клиента. Я использую X-Shell, вы можете использовать любой, который вам нравится. Самый простой это будьте. Итак, для начала нам нужно подключиться к серверу, где установлена Кейтара. Для этого введем ssh-root, пароль, собачка, IP-адрес сервера. Эти данные должен был дать вам хостер при регистрации сервера, на котором стоит Кейтара. Подключаемся. Дальше нам необходимо перейти в папку пользовательских фильтров. Вводим команду cd-var-vvv-kita-ra-application-filter. Переходим в данную папку. Если ввести команду ls, она покажет список файлов данной директории. Мы видим, что там загружен в данный момент только фильтр example.php. Итак, чтобы загрузить дальше, в Excel можно нажать кнопку передачи данных. У нас откроется такая же консоль, но протокол sftp. То есть мы можем закидывать сюда файлы напрямую. Берем наш файл, переносим. Возвращаемся в консольку. Вводим ls. И как мы видим, здесь появился файл нашего фильтра. Это один из возможных вариантов загрузки. Если консолькой пользоваться вам непривычно, вы можете воспользоваться вторым вариантом. Есть программа vinos.cp. Она позволяет в более привычном интерфейсе загружать файлы. Здесь также нажимаем новое подключение. Сюда вводим имя хоста. В данном примере это данный IP-адрес. Ввели пароль. Имя пользователя root. Пароль скопировали. Войти. Мы подключились. Перейдем в папку var.vv.qtara.application.filter. И скопируем сюда наш файл. Он здесь уже лежит, потому что мы его загрузили через консоль. Если у вас не было опыта работы с консолью, если вы с vinos.cp, крайне рекомендую. Это вам всегда пригодится. На этом этапе фильтр уже загружен. Теперь вернемся в наш браузер. Откроем панель хокий тары. Зайдем в компании. Создать. И назовем поток тест 1. Создадим поток. Здесь ничего менять не будем. Перейдем в фильтры. И здесь у нас видим фильтр HideClick. Нажмем OfferPage. И в схему давайте в прямой URL вставим Redirect. Нажмем применить. Этот поток будет для оффера. Теперь создадим поток для White. Также перейдем в фильтры. Добавим HideClick. WhitePage. И здесь добавим какой-нибудь другой URL. Применить. Создать. Вот создан наш поток с фильтрацией через HideClick. Давайте скопируем URL. Идем. Посмотрим, что откроется. Откроется наш BlackPage. Теперь давайте подключимся к РПН. Как мы видим, наш IP теперь Европа, Нидерланды. И давайте еще раз откроем данный урок. Нас оставило на White. Таким образом, буквально в несколько кликов, вы можете подключить китары и пользоваться встроенными фильтрами. И в дальнейшем распределять трафик. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, данный видеоурок будет вам полезен. До новых встреч. Всем профита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok